Здарова, дорогие друзья! Вы находитесь на канале, посвященном Канаде. Сегодняшний ролик затронет тему, которая, в принципе, старая, да, то есть это новость, одна из старых новостей, но почему-то никто это не освещает, и почему-то другие всякие блогеры про Канаду, они решили, ну, забить, посчитали это неважной информацией для вас, моих дорогих подписчиков. Вот, а я решил, короче, что я запишу ролик отдельный, так как сейчас у меня 8 утра, я в Далласе, чудесный город, чудесный вообще штат Техас, я очень прям проникся этим штатом, хочу заехать в магазин оружия, пофоткаться с оружием. Купить, конечно, не получится, а вот пофоткаться, может быть, даже получится. Ну и вот, и значит, в чем вообще идея-то сама? Ребят, новость старая, но она показывает то, какое отношение у правительства Канады к работникам из рубежа. Вот, поехали. Прошу меня простить, буду читать с телефона. Отобрал телефон у жены, потому что на свой снимаю, а с телефона жены буду читать, потому что информации много, но с вами надо ей поделиться. Канада позволяет работодателям подавать заявки на LMA, на оценку рынка труда, онлайн. Вот так. Причем самое интересное, что это уже началось после 25 февраля 2020 года. Никто об этом ничего не сказал, все посчитали, что это типа херня какая-то никому не нужна. Но сам факт, ребят, смотрите. Работодатели, желающие нанять временных иностранных работников, теперь могут управлять своими приложениями оценки рынка труда LMA через онлайн-портал. Как они будут попадать в этот онлайн-портал? Да и как уже попадают они в этот портал? Через свою учетную запись на Джо Бенке, да. Чтобы работодатель нанял тебя на работу, он должен выложить объявление сначала на Джо Бенке. Подождать немножко, и после этого, уже после того, как они это все подали, они уже после этого могут спокойно, значит, нанимать себе сотрудника из-за рубежа. Так вот. К чему это я? К тому, что, как бы, теперь спокойно они могут не только подавать объявления, но они еще могут также, во-первых, делать LMA, а во-вторых, рассматривать его. То есть посмотреть, работодатель может загрузить туда информацию, посмотреть, например, отказало ему правительство и почему отказало, или, наоборот, LMA одобрили, и теперь сотрудник может уехать в Канаду. Что они еще пишут? Они пишут о том, что данная вот эта вот инициатива, она нужна для того, что работодатели самостоятельно очень давно ее просили. Почему? Потому что формально раньше можно было подавать документы на рабочую визу, на оценку рынка туда, только в режиме этого, как его слово забыл, бумажном. Бумажном. Потому что, как бы, все программы, все подразумевало то, что ты должен собрать большой пакет документов и отправить его в правительство Канады, оно должно его рассмотреть, бла-бла-бла и тому подобное. Сейчас сделали немножко не так. Теперь можно через обычный личный кабинет в джобанке подать все документы и смотреть, пригласят ли твоего сотрудника из-за рубежа, или ему откажут все из чем-то. Вот. По поводу того, как вообще нужно подавать документы на рабочую визу, у меня был ролик, у меня подписчик недавно уехал по рабочей визе, но ему резюма делали. Вот. Он, в принципе, сказал, что ничего страшного нет. Он связывался с работодателем. Работодатель связывал его с своим юристом. Кстати, это очень важно, ребят. Потому что многие думают, что за то, чтобы тебя наняли на работу в Канаде, тебе нужно платить деньги. Это очень странное явление. Я слышал много об этом. Многие компании предлагают помочь в рабочей визе, в поиске работы за деньги. То есть что они делают? Они за твои же деньги устраивают тебя на работу. Выглядит это абсолютно безумно. Тем более, на мой взгляд, ты должен получать деньги с работодателя. То есть если ты юрист, ты там нашел сотрудника, оформил документы ему, он въехал в страну. Это выгодно в первую очередь работодателю. Поэтому ты, наверное, должен, мой дорогой юрист, брать деньги с работодателя, а не с человека, который оформляет себе рабочую визу. Это же бред. Человек едет зарабатывать денег, чтобы ему заработать денег, ему надо заплатить денег. Это какая-то чушь. Так вот. Я к чему? В большинстве случаев работодатель нанимает юриста, который занимается оформлением всех документов. Этим не занимается какое-то там агентство, еще что-то. Вот конкретно работодатель, ты с ним связался, он говорит, вот, иди к Васе Пупкину. Вася Пупкин тебе поможет оформить документы. Ты идешь к Васе Пупкину, и Вася Пупкин за счет работодателя, ключевая фраза, за счет работодателя, смотрит документы твои, оценивает их, и после этого начинает подавать на визу. То есть он говорит, нет, братан, нам нужен еще вот этот документ. Или нет, братан, нам вот этих документов хватит. То есть все зависит от твоего кейса такового. Но по факту они все стандартные, да, то есть все документы стандартные, мы с ребятами вот это обсуждали уже недавно на канале. Ребят, два таких момента. Первый момент. Я бы не рекомендовал, опять же, это мое субъективное мнение, может быть, вы с ним не согласитесь. Я бы не рекомендовал платить за то, чтобы вам оформили рабочую визу. Ну, смотрите, какая ситуация. Это работодатель должен платить. Он заинтересован в привлечении сотрудника, а не ты заинтересован поработать конкретно этого дядю. Логично же, логично. То есть, в принципе, работодатель заинтересован в этом. Работодатель должен сам этим заниматься. Но, опять же, это мое субъективное мнение. Если ты, мой дорогой подписчик, считаешь, что почему бы не заплатить денег, заплати, не вопрос. Может быть, правда помогут. Вот. Это я к вопросу поиска работы через деньги. Ну, то есть, типа, я заплачу много денег, мне найдут работу в Канаде, и все, у меня будет хорошо. Может быть, и будет хорошо, а может быть, и не будет хорошо. Потому что непонятно, с кем ты свяжешься. Вот. Это первое. Второе. Работодатели, как мы уже поняли, давно могут подавать документы на оценку рынка труда, то есть, на привлечение сотрудника из рубежа в режиме онлайн. Многие до сих пор этого не делают, я не знаю, почему. Вот. Это что? Это означает то, что, в принципе, у вас есть действительно... Ну, стало легче уговорить работодателя взять вас из рубежа. Потому что раньше работодатель думал, что надо собрать огромный пакет документов, такой огромный-огромный, вон, как-то вон там машина. Вот. А теперь нет. Теперь, короче, в принципе, можно все это... Да, собрать надо, но это все подать хотя бы в режиме онлайн. И посмотреть, рассмотреть свою... Посмотреть, что твои заявки в режиме онлайн. Это удобнее. Это реально удобнее. Тем более, Джо Банк, ну, более-менее нормально работает. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, я уже сказал. В принципе, что? Все, в принципе, ребят. Ролик такой, знаете, лайтовенького характера. Ссылку в описании на новости эту я вам оставлю обязательно. Но, опять же, повторюсь, пожалуйста, прошу вас, пожалуйста, перед тем, как вы кому-то что-то платите, даже мне, думайте, надо ли вам это или не надо. Потому что сейчас очень много всего нехорошего происходит. Мне все чаще и чаще начали писать подписчики с такими вещами, типа, меня кинули, меня обманули, меня еще что-то. Типа, расскажи на канале, покажи на канале. Я вот записываю ролики, пытаюсь хотя бы через их опыт помочь вам. Вот. Но, пожалуйста, пожалуйста, думайте, что вы делаете. Короче, на сегодня все. Ставим лайки, подписываемся. на канал. Пока.